всем привет продолжаем отвечать на вопросы желательно вопросы задавать в под соответствующим видео вот чтобы я не забыл их не пропустил так вот поступил вопрос даже не один их три штуки и они связаны и сейчас я вам их покажу вот итак первое что плюс-минус попадает от бизнес-аналитика команде разработчика вот как бы вообще по всем этим трем вопросам можно разговаривать долго я постараюсь это сделать кратко вот если что-то неясно то задавайте уточняющие вопросы но опять-таки это лично мое мнение и буду отталкиваться я исходя из своего опыта работал я в разных компаниях вот и таких компаний было штук шесть по моему вот и исходя из этого опыта сейчас все вам расскажу ну и расскажу свое видение вот первое что плюс минус попадает от бизнес-аналитика команде разработчиков все зависит до от проектов от команды от фирмы и т.д. и т.п. если это мелкие проекты то обычно вот напрямую разработчик связывается с заказчиком и удовлетворяет его вот то есть там согласовывать что надо доделать что нарисовать возможно заказчик захочет и классы и диаграммы какие-то или еще чего-нибудь или просто красивую кнопочку то есть это все вот это такие при мелкие есть приложения большие же приложения обычно стартуют как ну есть команда какая-то есть менеджеры есть которые утрясают это все но опять таки есть компания аутсорс которая там хватает заказы есть компании которая занимается собственными разработками вот то есть и тоже тут разные подходы но в целом есть какой-то большой проект к примеру и его взяли да там либо сами либо менеджеры где-то нашли да там вот клиента либо предложили свое решение либо предложили свое будущее решение сказали вот мы можем сделать вот так вот это будет стоить столько-то так вот команда разработчика это уже как бы команде разработчиков в идеале уже приходит полное и техническое задание то есть в идеале менеджеры должны утрясать все эти детали что хотят видеть что будет на выходе это после консультации с разработчиками какие сроки и т.д. и т.п. вот а команда же разработчика поэм получает уже полную спецификацию но это идеальный мир понимаете у на у нас здесь все не идеально из и частенько бывает нужно сделать на вчера и делится об и и все делается и лепится бы как так вот команда разработчика получает полную спецификацию и начинает работать ну вот то есть аналитика сколько это будет стоит там сроки это все это ведь это головняк у менеджеров и у руководства разработчики просто выполняют свою работу создают этот продукт вот но это если обобщить но в целом бизнес аналитика она не касается разработчика вообще и разработчики могут даже не знать кому они пишут продукт то есть они могут знать пару каких-то лиц на той стороне но что это за компания могут даже к примеру бывает и такое как бы ты особо и не знаешь кому-то это пишешь вот ну такой редко но такое тоже бывает вот поэтому от бизнес аналитики команде разработчика ну как бы ничего не попадает ну я с этим не сталкивался и и не слышал о таком вот чтобы им что-то попадало и может попадать только печеньки всякие и там какие-то может быть бонусы сверху вот за успешное выполнение плана или перевыполнение короче идем дальше дальше у нас тех лид разбивают это просто над задать на задачи или он планирует архитектуру детально и дает в работу реализацию уже конкретной функции вот смотрите вот эта вещь очень важно и интересно как в идеале должно происходить в идеале от начала старта проекта к примеру до его завершения берем это начало и конец до начала это все все подписали и конец когда все уже сдали отлажено от тестировано и клиент уже получил вот берем вот это время ну она сто процентов вот так взяли в идеальном мире в идеальном что очень редко бывает в идеальной разработке кодирование само кодирование может занимать порядка 20 процентов времени 25 процентов времени кодирование ну можно даже 35 процентов сказать это с учетом тестирования отлаживания вот ну можно натянуть это до 40 процентов вот 45 50 но не больше это идеальный мир что жира это основное время основное время это архитектура это планирование это создание архитектуры это раз берется представляется как большая коробка большой ящик да и это все разносится на мелкие ящики то есть архитектура должен быть классный шарящий архитектор у которого здоровенный опыт на пас написание подобных приложений вот создается архитектура в это создание архитектуры это создание диаграмм классов там юмл юмл без разницы вот это уже какие-то наброски документации то есть идеальный мир это как когда архитекторы там старшие программисты и и и подобные люди создают архитектуру расписывают вплоть до не то что классов а функций и дальше остается только закодировать вот то есть просто закодировать это раскидывается уже разработчиками не тупо кодирует то есть каждому дается свой модуль он видит перечень функций перечень методов и он их просто кодирует это идеальный мир вот но по-хорошему менеджерам проекта это я со своего опыта знаю очень хорошо когда менеджер проекта является и программистом а вот и очень отлично когда сами программисты разработчики не участвуют в этих терках или в описании и в общении с заказчиками напрямую то есть для этого есть к примеру менеджер если менеджер проекта бывший программист или опять-таки он менеджер и совмещает программирование на текущем проекте это очень хорошо почему это очень хорошо потому что такой менеджер прекрасно понимает если возникают какие-то трудности и он может он но не будет говорить то есть правильный менеджер да вот такой он не будет говорить заказчику что мы это сделаем за пять дней он 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 программист он инженер и он прекрасно понимает что какие могут быть трудности и он не будет просто так говорить лишь бы удовлетворить хотелки заказчика и в результате получить какой-то еле работающую приложение или программу вот менеджер же который очень плохо разбирается в технической части если это особенно еще не программист и и плохо связан с программированием то есть как бы нету то есть есть понятное дело менеджеры которые умеют правильно находить людей то есть заказчиков общаться с ними решать вопросы то есть между вот таким менеджером и командой разработчиков должен быть технический какой-то менеджер то есть тоже который хорошо это все понимает и разговаривает но он еще знает детали вот потому что когда напрямую управляет менеджер который не понимая технической части вот это очень плохо потому что ему сложно объяснить иногда и нереально что что-то сделать хорошо нельзя если мы сейчас сделаем это за два дня то это будет сделано плохо и потом вылезут ошибки менеджер ведь ничего страшного все потом мы пофиксим исправим потом в результате через какое-то время вылазят ошибки о которых говорили а за это время уже программа программная часть была значительно расширена налеплена все сверху а вот и что-то менять и исправлять это уже как бы идет прогрессия такая как не геометрическая но там другие есть да то есть у виль увеличивается если мы изначально потратили на это не два дня а неделю и сделали хорошо тогда бы проблем не было бы но потом получается что мы сэкономили три дня якобы но в результате на исправление ошибок на исправление архитектуры уходит две-три а то и месяц ну к примеру все может быть поэтому очень хорошо когда есть менеджер он же техлит вот и он участвует в написании проекта и и он да он разбивает на задачи вот бывает все по-разному бывает что он и является и архитектором но архитекторы хорошие это те которые уже за плечами имеют не один десяток написанных и готовых приложений схожей тематики тогда он уже знает потенциальные ошибки он сразу же создает архитектуру правильную а вот и т.д. и т.п. вот да но технито разбивает это на задачи вот им и как команда разработчиков получает техлит может разбить на модули задача техлида еще найти правильных людей потому что вот есть техлиды неправильные и дают людям задачи те которые ну они не являются специалистами в этой области хотя рядом сидит специалист в этой области который гораздо быстрее сделает эту задачу чем другое вот то есть получается мешанина я с этим тоже сталкивался это такой не тихли не не тех лид был а менеджер которому говоришь давай лучше вот эту задачу сделаю я а тот человек сделай другую задачу это эффективнее будет нет мол ты тоже поделать тебе тоже надо в этом разбираться так от этого будет страдать проект если я буду сейчас на реальном проекте разбираться в другой области и лепить шо попал вот но вот то есть как бы тихлид должен правильно управлять ресурсами в идеале и выбирать нужных людей на нужной задачей тогда каждый делает свою задать задачу очень хорошо а также бывает что программисты хорошие программисты не хотят быть менеджерами вот тихлидами еще до а менеджерами нет потому что не все хотят вот эту волокиту писанину общение заказчиками много я встречал таких программистов которые отличные программисты но они сидят и кодят им нравится создавать что-то писать разбираться в технологиях им предлагают взамен на вот этого времени который они тратят да там но для себя развиваются там что-то изучают что-то пробуют это время сожрет общение с заказчиками и т.д. и т.п. соответственно он этого не хочет тогда конечно же надо мотивировать чем-то ну а чем еще можно смотивировать как не увеличением зарплаты либо же бонусами опять-таки в денежном эквиваленте вот поэтому бывает такой хороший программист он может сидеть и и так и быть программистом и и даже не стремится к менеджменту вот такое бывает и иногда 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 как бы это не очень хорошо но я уже озвучил на что когда на твой непосредственный менеджер не является бывшим программистом либо текущим а является просто манагером вот который ни черта не понимает в технической части и в области вот он только тогда понимает когда этому менеджеру говори что будут проблемы он говорит да 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 а потом появляются проблемы только потом он начинает это утрясать как-то с заказчиком как бы он уже тебя обвинить ним не может моральное право у него нету потому что тебя же предупреждали вот но от этого страдают в основном продукты и качество кода и получается год за годом с таким менеджером пишется быдло код и появляются быдло программисты которые вот по-другому уже не умеют писать потому что надо на вчера надо как-нибудь пишем сейчас как-нибудь а потом посмотрим вот так вот давайте третий вопрос и что требуется с документацией по окончании разработки технической команды так вот вот это вот кодирование что я говорил по хорошему кодирование там ну 30 процентов 25 может быть 35 процентов вот написание хорошего качественного кода требует немало времени написать просто функцию hello world ну какую-то да там приложение hello world написать можно ну давайте относительно брать там за минуту ну пять минут пусть хорошо написать это может занять 10 или 15 минут или 20 что значит хорошо написать это сделать проверки всякие минимизировать возможность вылета программы раз задокументировать два ну наверное вот это самое и написать юнит тест это тестирование то есть программисты сами еще пишут юнит тесты для тестирования свои своего кода вот соответственно без этого всего пишется там за пять минут но за минуту с этим всем это может затянуться на пятнадцать двадцать минут или тридцать ну к примеру вот вот так так вот по поводу документирования при написании кода есть специальная всякие стили документирования вот я сталкивался с доxigen а вот и в при правильном документирование всех своих функций там и т.д. и т.п. классов там вот то при использовании продукта доxigen такого программного обеспечения или тузы или еще как то там можно назвать генерится очень хорошая документация с диаграммами классов и совсем со ссылками и генерится на его чтм и в pdf и в ртф и вдох видя ну то есть а это настраиваем а вот подобная документация то вы можете посмотреть кить и вот можно подобную сгенерить вот когда мы смотрим документации по пути давайте вот так вот то вот в аналогичном стиле генерится документации доxigen то есть да на это тратится время при написании кода вот и зачастую лень документировать то есть ты пишешь код и думаешь так не надо еще это сделать следующий следующий а потом задокументирую а потом чтобы качественно делать и возвращаешься это нудно пишешь потому что некачественно документировать пример эта функция возвращает что-то но видно что на что-то возвращает но откуда берется к примеру результат или еще чего-нибудь вот поэтому в правильном идеальном программировании вот написать код одно нужно его обезопасить максимально обезопасить от вылетов от некорректной работы дальше юнит тесты дальше документации и если все так делать то мы получаем очень отличную документацию готовую документацию вот которая генерится и и и все там есть и не нужно еще открывать дополнительные инструменты и рисовать там какие-то диаграммки и т.д. и т.п. то есть это в идеальном мире но к этому нужно стремиться всегда можно не спеша что-то там задокументировать то есть не так то написал какой-то кусок и все я сделал и пошел гулять курить есть там смотреть youtube то есть надо всегда желательно стремиться хоть по чуть-чуть но приучать себя к хорошим вещам потому что есть коммерческий опыт а есть энтузиасты да там с института человек может прийти он очень отличный умный парень но у него нет коммерческого опыта то есть компаниям часто важен именно коммерческий опыт потому что коммерческий опыт включает в себя как раз очень много нюансов которые просто могут помножить на ноль весь твой энтузиазм потому что все с института приходят там и я вот сейчас как напишу что-то да он напишет она работает но только на его компьютере и только вот при этой операционной системе попробуй это перенести на другой компьютер она там уже не работает либо не компилируется либо еще что-то потом он куча всего не учел он то не учил все не учел и в результате чтобы его вот этот крутая какая-то вещь работала она может работать только вот в его окружении и если он рядом находится вот так вот вот поэтому ну не надеюсь я это не затянул и в целом рассказал если что-то не до осветил то задавайте вопросы постараюсь ответить но обо всем этом можно рассуждать очень долго вот поэтому всем спасибо за внимание задаем вопросы пишем комментарии делимся ну и всем пока